всем огромный привет дорогие мои любимые зрители и вот как видите наши уже старые добрые знакомые с интеллигентной барахолки ребята я хочу вам сказать что я уже в этом доме нахожусь сколько часа полтора не меньше не меньше или два и честно говоря приступить к съемке мне не удается потому что это вообще не дом это какой-то ну во первых это очень 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 такая питерская творческая квартира с необыкновенной атмосферой и с вот этими талантливыми молодыми людьми я появляюсь только в начале кадра сейчас мы сейчас я переведу камеру будем рассматривать эту квартиру и общаться с дианой и с володей напоминаю диана это девушка дизайнер потрясающих украшений которые мы тоже сегодня будем рассматривать может даже во второй серии володя ее муж художник потомственный питерский да который вырос в бельгии до частично да вот учился там и все диана родом из тбилиси да и по профессии по образованию она извините такое слово японист я даже не сразу поняла да и она даже написала диссертацию по ну сложно сказать по основному буддизму да там и буддизм и литература все средневековая японская японская которая относится там десятым двенадцатым векам и она говорит по-японски и она жила в японии и это просто вообще совершенно сумасшедшая какая-то я не знаю примучая смесь творчество талант дух я не знаю дух чего дух искусства творчество это вот эта семья да вот а каких-то два еще кота тоже но сейчас все мы будем смотреть все я перевожу камеру и начинаю снимать поехали да ну что дорогие друзья вот они вот они вот кстати с этим котом это вообще это какой-то это девочка мне сказали это такой пушистик пеппи пеппи длинный чулок это просто с ума сойти так ну с чего начнем честно говоря я хочу начать с того что у меня нет слов я в полном восторге от этого знакомства и давайте начнем но я не знаю с квартиры что ли немного нашим володи это ты ты петерский я петерский то есть в коломерах тогда это еще был лес с домиками и вот это вот я я не знаю вот все кто не был в питере они когда-нибудь должны увидеть вот эти квартиры это все твои работы это все мои работы видимо вы сейчас снимаете серию портретов любимых людей да она еще нигде не выставлялась они все растут с 2006 года я их крашу и все как бы рисуешь но не продаешь продаю когда в копают ну подожди а вот как увидеть как узнать у тебя есть инстаграм вконтакте в инстаграме на специализированных сайтах у меня везде есть странички с этими да и собственная страница сайт есть с картинами выбирай и покупай хорошо то есть ты мне напишешь все ссылочки на все твои творческие платформы да назовем это вот например вот эти баклажаны и вот эти перцы уедут в швецию есть у меня там замечательная покупательница нашла меня на выставке в галерее барей иногда не только через интернет продается один портрет у тебя нет вон портрет кота я вижу дианин портрет у меня есть крышки они другой помните диану красить сложно и она упирается поэтому не так много портрет как хотелось бы диана край вот этот портрет дианы и меня когда у меня еще волосы были до колен это волосы были до колен да это мой учитель пет получил ефремов московский художник больше красиво в седьмом году а диана в девятом а вот это дорогие друзья насколько я знаю одни из первых работ дианы это одни из последних но они по образу и подруга покажите мне первое вы говорили что начиналось все с мозаики я считаю что вот эта потрясающая работа дождя на извини но и и вот можно вешать в какой угодно интернет или купить я пока я держу как на нет это память смотрите у них тут просто что не предмет то а это вот вешалка да я даже не видела давай 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 не штрихи она будет готова диана вот там вот портрет это твой рец называется тоже портрет дианы но это какая-то другая диана кисти шакрот бакуча хорошего дорогие друзья кстати я хочу сказать что не только украшения но вы наверное можете покупать или это вы себе сделали нет это на продажу вешалка такая да такая гауди это было бы прекрасно в большую прихожую в собственное кафе и хостел то есть там где много людей настоящая дерево лютое это еще украшалку то есть дожди вы покупали советская вешалка советская вешалка это все витажная до готовой десятки а это все вот осколочки посуды фаянсовой посуды и советской европейской красивой смотрится восхитительно спасибо восхитительно здесь нас такая эклектика сочетания на самих наших увлечения интересов то есть тут непременно я япония а вот это вот это вот это вот вот костюме моцарта мотор это мамина картина ранее а да когда мы сезли на 90-х что же такое а мама живет в брусселе она известный иконописец те кто увлекаются или занимаются современными кишин наверняка читали книги вот они так сейчас ирина горбунова но макс то есть вот это вот первая книга на русском языке она была в магазинах хитом ну скорее всего переизданию ясненько дорогие друзья я хочу сказать что ну давайте ту комнату еще посмотрим давайте а потом уже перед перейдем ой тут посуда на каждом углу что не посуда то просто сейчас до товарищи посмотрите на эту девушку красивую ой ну тут вот и статуэтки нет это просто невозможно вот еще один кстати кот рыжий только посмотрите на него ну мальчик ну кто какой деловой так ну тут тоже что не стена то а я смотрю выраживать время рисуете где черный где а и вот она вот тоже есть послушайте а это что за персонаж так это кавалер из папье-маше мама его сделала в своей 15 до мало 15 лет такое наваяла ничего себе тут же были глубоко советские времена когда материалов-то толком берешь газетку рвешь на кусочки и делаешь кавалера материал диана но это ты да и через одну картины тоже я смотри пересмотреть на одну картину спать и меньше потому что она уехала в северную корею северную корею посовывали консул так но вот про эту статуичку мне уже рассказали сейчас я приближу диану с ручка осенило подвесить ее клюв на люстру да это битая старинная немецкая статуэтка такая сцена в гондоле скорее всего но она битая у дамы нет ручки там это жил голова на люстре то у нее все на месте да я ее немножко замаскировала добавила детали и мы ее подвесили я счастлива она отлично писалась мне кажется а это что за картинка это даже володиной мамы у вас манера отличается да смотрю с мамой да так очень здорово к жилетка красивая там появились хочу я так выгулять этим красным пальто да это это же сейчас да это же сейчас самый тренд ну и вот это скорее всего красное это я выискиваю тоже в основном интересных местах одежду себе не люблю все готовое все новое стараюсь как-то что-то особенное с историей и в одежде тоже да ну что перемещаемся к столу с потрясающими крестами которые новые вот ребята приготовили уже готовые изделия свои ну для тех кто может быть не видел наши предыдущие ролики впервые попал я хочу сказать что володя режет до режет режет тарелки все что попадается да 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 причем они режут все и тарелочки и чашечки и чайнички в общем все что порозно вот виртуознейшим образом просто осьминоги так виртуозно нарезать я не представляю как это можно у меня бы все раскрошилось надо быть художник кстати я хочу сказать что ребята единственные в своем роде в россии которые этим занимаются во всяком случае так талантлива ну вот столько грани да у нас очень много всего у нас и мозаика интерьерная и резные броши вот в плане резных мы кажется единственно все говорят что вам надо вот этими за заниматься и делать ставку то есть а на каких платформах вы продаете свои украшения по всему миру мы продаем на американском сайте эти . ком это очень известная платформа в россии это вы называетесь рефор форма нет вот в этом в россии это аббревиатура от реформы фарфора это как-то странно бы звучало по-английски латинице мы там называемся чайна мэмерис то есть воспоминания о фарфоре не китае а у всех это слово ассоциируется я даже сначала когда ты мне там какой-то комментарий написал не поняла что это ты потому что какие-то потому что чайна да это тоже говорят но может поменять все таки на драмы еще не настолько раскрутили свой бренд знаменитый надо что-нибудь придумать но посмотрим по-французски у меня уже есть название репарселенаж можно застрелиться в россии мы продаемся но это первая группа в контакте откуда все начиналось лет пять уже с не больше мы пробовали ярмарку мастеров но не очень пошло да нам не понравилось мне кажется там все переполнено все надо постоянно быть в тонусе потом как-то даже если ты в тонусе то мы из балла на ряции там все очень удобно качественно сделано а ярмарка мастеров очень российский сайт в общем все неудобно и устарел с появлением инстаграма у нас появился аккаунт там рефарформа можно найти да нет он тоже у вас как-то чина называется чина чина у вас через поменяйте поменять это название на рефарформу потому что вас было не найти я не первая форма и через нижний пробел вроде бы тоже чайна но потому что мы хотим еще выйти на на весь мир правильно правильно я тоже назвала да они уже ребята я показываю вам убойные просто убойные мальтийские кресты вот это вот его нет ни на зелах интера но это вот даже в какой-то степени я чувствую свою причастность к тому что их стало побольше потому что всем понравились они очень в видео потрясающе выглядят хочу сказать что я никогда не повторяю один и тот же маг это невозможно и нежелательно я бы сказал потому что каждая женщина хочет быть единственной повторимой в том числе и в плане украшения поэтому если даже вы увидели тот же фарфор дизайн форма сердцевинка будут все другого например да и повторов я избегаю просто этого вот этот просто впервые использовала эту форму и называю шапочка католического священия галереи римского папы римского с борочным жемчугом в серединке тарелка фаянсово завода кузнецова конец девятнадцатого века она очень легкая на самом деле да это тот стой стой еще барахолки наших подборках фото подборках на сайтах вот этот который мы вам сейчас дадим уже после это дужина была дали серия но они были все разные с разными жемчугами с разными сердцевинками этот уже последний тарелочка закончилась тарелки тоже заканчивается так что на этом закончится вот это линейка дорогие друзья потрясающе я потом еще в другом видео покажу какие серьги ребята мне подарили на день рождения вот обязательно покажу а сейчас я вот еще тоже кстати я видела тоже его вот и вот это вот украшение вот они его представляете продают всего за 1450 я не сказала что это очень неприлично но после этого ролика они цену повысят но или кто кто успеет кто успеет да вот это вот такой прямо гауди-гауди маленький такой это чашка с климтом с двумя девушками очень удобная основа вот я покажу если я помещаюсь кадр очень легко открыть самостоятельно одной рукой вот очень хорошо сидит ну может быть немножко вперед падает но не намного то есть в основном на любой размерах вот диана а цвет металла я смотрю у тебя очень разные классистые серебристые в оригинале все не покрывать патиной то это серебристые просто некоторым черепка мне кажется я согласна но мне кажется что вот в серебре они как бы немного знаешь чем хороши вот выигрышны в серебре что они как бы и винтажные и современные потому что в них есть вот этот металлик такой ну как бы светлый свежий как бы новый да и вот этот старый винтажный материал фарфоровый да и вот сочетание этого как раз дает вот современное звучание вот а если вы любитель винтажных вот таких прям совсем старых древних до запутированные да тогда уже вот покупаете такое вот вот например вот этому кольцу очень подходит черная патина потому что очень много белого черепка и чтобы оттенить и бледная серая роспись это тарелка советская уже двадцатых годов но явно использован принт еще до революционной царских времен и чтобы оттенить белизну фарфора и кужевной рисунок я предпочла покрыть черной патиной запатенивать мы можем любое изделие на ваш вкус но вот раз патинировать уже нет это уже сложнее поэтому я всегда на маркете прихватываю бутылочку с патиной и спрашиваю вам покрыть черной патиной или нет в основном отказываются так что а колечки а колечки все регулируются когда совсем на миниатюрный пальчик у меня есть отдельно основы это на заказ а сейчас модно вот на этот пальчик поэтому лучше растяя все свои кольца какие у меня регулируется я все растянула теперь натягиваю сюда а вот это новенькая да и вы же не было на том это очень хитрое ожерелье но где например съемная трансформер да мы можем быть теперь выпускать разные линейки насадок то есть вы можете только бусы тут такие защелки как сережка на серьги да вы можете носить только бусы например но если вам хочется куда-то сходить и вообще быть нарядным вы цепляете раз кулончик то есть он у нас не намертво в плане того что он съемный и в общем то дело в том что бусы я некоторые дали некоторым кажется слишком громоздким да вот фарфоровая часть а вот если была бы другая то есть на этот на это предложение бусины губчатый коралл жемчуг и нефрит очень красиво потрясающе вот это украшение 5000 стоит да сейчас посмотрю до 5000 и есть еще дополнительная подвесочка сейчас владимир найдет то есть она более нежная менее громоздкая если кому-то покажется например да это явно была ваза привезенная вот осколок из бельгии напоминает бочку да вот с такими вот обручами с цветами и изнутри тоже бесподобно розовый цвет с такими да тут можно и вот так же назад потому что если вас не смущает защелки то из старинной японской вазы то есть легко снять предыдущий полон пока вы меняете все я пока посмотрю покажу серьги дорогие друзья вы также можете прислать я так понимаю по почте если вы например живете в другом городе или даже в другой стране вы можете прислать по почте свою тарелочку разбитую да или целую вам ее разобьют с умением с профессионально разбиваем вот это вот вообще вот это вот я смотрю женщина она как наталья гончарова мне напоминает очень многие путают на этом знаменитая мадам в кафе подруга наполеона ничего не хуже мадам гончарова да они все тогда так выглядели я думаю с этой прической по моде разумеется это фрагмент старинной японской вазы на таком вот бледно зелено желтоватом фоне розы кораллового оттенка поэтому очень все сочетается подходит и при желании легко отстегнуть заменить на другой кулон или носить просто чисто бусы а это подвеска отдельно или тоже прилагается это все мы позиционируем как сет тогда это все будет стоить 5 900 всего лишь 900 рублей дополнительно кулон здорово а это собачка ту которую вам заказали не купили ту купили да наша любимая покупательница заказчица она заказывала одну собачку но забрала совсем другую более трогательную которая лежала на ком это мы помним в инстаграме все есть вот эти серьги тоже очень эффектные вот эти я постоянно экспериментирую с формами я дорогие друзья чем больше смотрю на вот это все тем больше я скажем так влюбляюсь в этот стиль в эту идею и тем больше чем тем больше я вижу в этом красоты тем больше я вижу в этом искусство и тем больше я вижу в этом свое желание иметь такие штуки ну что переходим в вашу мастерскую это товарищи я вам скажу там мы ответим на главный вопрос откуда вы берете битую посуду мы устали от этого вопроса на маркетах отвечаем раскрываем секреты ну все пошли пошли